Глава 20. Не евреи в земле Израиля. Эрец Исраэль названа так потому, что эта земля, Эрец, принадлежащая Исраэль, народу Израиля. Тот, кто не входит в святое и избранное общество Израиля, не имеет части в Эрец Исраэль. Бог смотрит на страны и национальности совершенно не так, как принято в нееврейской культуре. В таких культурах страна определяет национальность. Народ называется так, как его страна. Если ты живешь в определенной стране, то ты становишься частью народа этой страны и, соответственно, участвуешь в управлении ею. Следовательно, население страны не рассматривается, как особая нация, живущая в этой стране с целью вести собственный образ жизни и создать собственную культуру, когда земля служит лишь средством достижения этой цели. Поскольку нееврейская культура основана на идеях равенства и демократии, нет никакого смысла считать одну нацию выше или лучше другой. Любой новоприбывший, независимо от национальности или убеждений, считается полноправным членом нации. Иными словами, национальность определяется географическим расположением страны проживания. Бог же смотрит на это совершенно иначе. Бог Израиля определил еврейский народ, как святой, избранный и уникальный народ, которому он дал землю, чтобы он создал в нем общество и государство Торы. Земля в этом смысле является лишь средством, вместилищем, которое Бог дает своему народу для исполнения этой задачи. Земля никак не определяет нацию, поскольку нация уже определена, а земля принадлежит только ей и никому больше. Эрец Исраэль принадлежит Ам-Исраэль, народу Израиля, А народ Израиля определен предельно четко и ясно. Если кто-то не принадлежит к народу Израиля, он не может стать частью этой нации просто в силу того, что живет в Эрец Исраэль. Для этого необходимо присоединиться к Израилю согласно его национальным законам, а не просто в силу географического местопребывания. Эрец Исраэль – это исключительная собственность еврейского народа, определение которого исходит от Бога. Чужеземец не имеет никакого права на землю Израиля, ведь она служит Израилю в его миссии. Эрец Исраэль – это дом Израиля, данный ему Богом, чтобы он мог отделиться от мерзостей народов и создать чистое и совершенное общество согласно Торе и заповедям. Не земля определяет нацию, но нация – землю. Не каждый житель земли является ее владельцем. Народ Израиля определяет свою землю, как землю Израиля. Следовательно, если человек не является членом Израиля, он не имеет и прав на нее. Может ли здравомыслящий человек, понимающий все вышесказанное, согласиться с тем, чтобы неевреи влияли на землю и ее государство. Обратим внимание на Бамидбар-Раба 23.7. Цитата. Бог сказал Моше, действительно, земля дорога мне, как сказано. Дворим 11.12. Это земля, которая постоянно под наблюдением Господа вашего Бога. Израиль также дорог мне, как сказано. Это потому, что Господь любит вас. Дворим 7.8. «Бог сказал, я приведу Израиль, который дорог мне, в землю, которая дорога для меня». Конец цитаты. Совершенно очевидно, что нееврей не имеет права управлять Эрцисраэль, и его статус должен существенно отличаться от статуса израильтян, полноправных владельцев земли. Нееврей – это никто иной, как чужеземец, иностранец, временный житель, но не собственник. Как временный житель он имеет право находиться в Эрцисраэль, но только в рамках строго очерченной законодательной базы. Бог прекрасно понимал, что до прихода Израиля землю населяли другие народы. И действительно, всякий нееврей, считающий землю Израиля своей собственностью, представляет опасность для статуса Эрцисраэль как земли народа Израиля. Чуть позже мы обсудим мнение ритвы, согласно которому существует три типа неевреев – идолопоклонники, последователи Ноя и чужеземцы и временные жители. Однако в отношении Эрцисраэль неевреи делятся только на две группы. Первое – нееврейские народы, жившие в земле Израиля до прихода Израиля, и все прочие нееврейские народы, включая идолопоклонников, последователей Ноя и чужеземцев и временных жителей. Согласно Торе, народы, населявшие землю до Израиля, а именно семь ханаанских наций, представляют двойную угрозу. С одной стороны, как и все прочие народы, хананеи представляют собой духовную угрозу, ведь Израиль должен создать государство Торы, защищенное от иностранных мерзостей. Но от хананеев исходит и другой вид опасности. Они считают Израиль захватчиками, отнявшими у них Родину. В силу этого они всегда будут ненавидеть Израиль, всегда будут мечтать отомстить и возвратить потерянную страну, для чего будут постоянно искать возможности. Цитата. «Будьте очень внимательны в отношении того, о чем я заповедую вам сегодня. Я изгоню Амареев, Хананеев, Евеев, Ферзеев, Хитеев и Евусеев. Будьте внимательны, чтобы не заключить союз с народами, которые живут в земле, в которую вы идете, поскольку они могут стать смертельной ловушкой для вас». Шмот 24.11.12 Вот о чем говорит великий комментатор Абарбанель там же. Стихи 11.12 сообщают нам, что поскольку Бог изгоняет Амареев и другие народы, Израилю не подобает заключать с ними соглашение. Если князь помогает какому-либо народу, воюя в его войнах или изгоняя его врагов, для этого народа нравственно неприемлемо заключать мир с ними без разрешения этого князя. Так же и когда Бог изгоняет врагов Израиля, для Израиля неприемлемо заключать соглашение с ними, поскольку это осквернит Божью славу. Это особенно важно так же и по той причине, что эта дружба и это соглашение не будут иметь успеха. Поскольку Израиль забрал их землю, нет сомнений, что они будут постоянно искать падение Израиля. Вот почему сказано «Земля, в которую вы идете». Поскольку Израиль пришел в ту землю и забрал ее у ее обитателей, и они увидели, что ее украли у них, как им заключить соглашение дружбы с вами? Наоборот, произойдет противоположное. Они станут смертельной ловушкой для вас. Когда вас затронет война, они присоединятся к вашим врагам и будут сражаться против вас. Конец цитаты. Как верны слова Абарбанеля. Вот подлинная причина специфического отношения Галакий к семи хананейским народам. Бог знал их менталитет. Он понимал, что они всегда будут видеть в Израиле захватчиков и воров и всегда будут питать к евреям ненависть. Таким образом, помимо общей духовной опасности, которую представляют для нас все нееврейские народы, хананеи опасны вдвойне. Они постоянно готовятся к войне против нас. Это помогает понять загадочные слова мудрецов. Сота 34 Алев. Пока они все еще были в Иордане, Яшуа сказал им, «Знайте, почему вы переходите через Иордан, чтобы изгнать народы перед вами, как сказано, вы должны выселить жителей земли перед вами». Бемидбар 33, 52 «Если вы это сделаете, хорошо, в противном случае вода придет и потопит и вас, и меня». Конец цитаты. Яшуа говорит о великом чуде, когда Бог разделил воды Иордана, и израильтяне перешли его посуху. Цитата. «Вода, которая пришла сверху и возвысила с горой, очень далеко от Адама, города недалеко от Сартана. Вода, которая спустилась вниз в море Араба, соленое море, полностью иссякла. Народ перешел прямо к Ерихону». Яшуа бен Нун 3, 16 Вот как мудрецы комментируют фразу «возвысила с горой». И как высока была вода. Раби Иуда сказал «12 километров на 12 километров, согласно израильскому стану». Раби Элазар бен Раби Шимон ответил «Вода накапливала с силой над слоем более чем 300 километров в вышину, пока все цари Востока и Запада не увидели ее». Конец цитаты. И вот, когда израильтяне наблюдают эту устрашающую картину и их сердца переполняет ужас, Иошуа внезапно велит им остановиться, пока они все еще в Иордане. У него для них важное сообщение. Это очень странно. Что может быть настолько важным, что не может подождать до другого берега? Почему нужно говорить об этом именно здесь, перед лицом смертельного потопа? Что за срочность? И вот из всех заповедей, изучения Торы, Шаббат, любящая доброта, Иошуа говорит именно о заповеди изгнать хананеев. Почему? Потому что он знает, что от них исходит смертельная угроза. Они всегда будут ненавидеть Израиль, отнявший их землю, и никогда не позволят ему насладиться миром и построить общество и государство Торы. Иошуа понимал, что если поступить с хананеями не по заповеди, и тем более вступить с ними в союз, то они всегда будут отравлять жизнь евреев и угрожать их государству. Раши пишет Бемидбар 33, 51, 52 «Когда вы перейдете Иордан, вы должны изгнать жителей земли». Там же. Комментарий. Моше сказал им, «Когда вы перейдете Иордан по сухой земле, сделайте это с целью изгнать жителей земли. В противном случае вода придет и поглотит вас». Иошуа сказал им то же самое, когда они все еще шли по дну Иордана. Иошуа напомнил евреям о заповеди изгнать жителей земли. Каждый еврей должен запечатлеть в своем сердце следующие слова. «Вы должны изгнать всех жителей земли перед вами. Очистите землю и живите в ней, поскольку именно вам я даю занять землю. Если вы не выселите жителей земли, то те, кто останется, станут шипами в ваших глазах и чертополохом в ваших боках, причиняя вам проблемы в земле, в которой вы поселитесь, затем я сделаю вам то, что я изначально намеревался сделать им». Бемидбар 33, 52, 53, 55, 56. Здесь слово «вэхураштэн» означает «изгнать». Именно так Онкелос и Таргум Йонатан переводят его в стихе 53. Однако в Таргум Йерушалме стих 52 передан несколько иначе «Истреби всех жителей земли». Возможно, оба варианта перевода ссылаются на письма Яшуа Хананеям, в которых он предлагает им самим выбрать войну или отступление по доброй воле. Мы рассмотрим этот момент ниже. Что касается семи народов, то о них сказано так. «В городах этих народов, которые Господь, твой Бог, дает вам в наследие, вы никого не должны оставлять в живых». Дворим 20, 16. Божий приказ однозначен. «Если народы земли вступают в войну с евреями на своей территории и терпят поражение, их нужно уничтожить, потому что они всегда будут ненавидеть Израиль». Между тем, Израиль нарушил эту заповедь. Цитата. «Они не уничтожили народы, как Господь повелел им». Таилим 106, 34. «Манасия не изгнал жителей Бевсана, Фаанаха и жителей Доры и т.д.» Судей 1, 27. «Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере. Завулон не изгнал жителей Кетрона. И Асир не изгнал жителей Акко. Нефалим не изгнал жителей Вевсамиса». Судей 1, 29, 31, 33. Раша комментирует Судей 1, 27. «Тора осуждает их за то, что они начали выступать против Бога, который приказал им, вы должны изгнать жителей земли». Бемидбар 33, 52. «Земля принадлежит Богу, который дал ее евреям при условии, что они изгонят либо истребят Хананеев. Поскольку они этого не сделали, они нарушили священное имущественное право Бога. Да, Хананеи стали данниками евреев». Судей 1, 35. «Однако Израиль все равно согрешил, поскольку хананейские народы все-таки решили вступить в войну против Израиля и на дань согласились уже после своего поражения. Их было запрещено оставлять в живых, как мы объясним, чуть ниже. Кроме того, они не согласились на униженность, другое важное условие, на котором можно было сохранить им жизнь. Мало того, что израильтяне позволили Хананеям жить в земле, причем даже при вооруженном сопротивлении последних, так они еще и закрыли глаза на их идолопоклонство». Судей 2, 1, 2. «Ангел Господа пришел из Гилгала в Бохим и сказал, «Я позволил вам выйти из Египта, привел вас в землю, о которой клялся вашим отцам, и сказал, «Вы не должны заключать соглашение с жителями этой земли, вы должны разбить их жертвенники». Конец цитаты. Тора ясно объясняет, почему с жителями земли следует поступить именно таким образом. «Если заключить с ними мир, они станут шипами в ваших глазах, причиняя вам проблемы в земле». Бемидбар 33, 55. «Не зря еврейские слова Иеруша – наследие, гораша – изгнание – так похожи». Бог знал, что если не изгнать народы из земли, то земля не станет наследием Израиля. Об этом говорит Ираши Бемидбар 33, 52, 53. «Веораштем – изгоните их. Если вы сначала очистите землю от ее жителей, то вы сможете жить в ней. В противном случае вы не сможете жить в ней». А вот о чем говорит Сфорно там же. «Веораштем – когда вы истребите жителей земли, тогда вы заслужите право дать своим детям землю в наследие. Если вы не истребите их, тогда, даже если вы завоюете землю, вы не заслужите право дать ее своим детям в наследие». Орга Хаим, там же, стих 55. «Они причинят вам беды в земле». Бемидбар 33, 55. «Они не только будут держаться за ту часть земли, которую вы не взяли, но также и за ту часть, которую вы взяли и заселили. Они причинят вам беды в той части, где вы живете, говоря, вставайте и уходите». А вот как Орга Хаим комментирует стих Дворим 33, 27, 28. «Он изгонит врага перед вами и воскликнет «уничтожай». Комментарий. «Так Израиль будет жить безопасно». Когда? Когда они одни. Выражение «Израиль будет жить» – это продолжение предыдущего выражения. Он воскликнет «уничтожай», ибо Бог повелел Израилю истребить всех жителей этой земли. Таким образом, Израиль будет жить безопасно один». Конец цитаты. «Вот они, упрямые факты, против которых противники Торы бессильны. Тора приказывает уничтожить народы земли Израиля, немешкая, иначе они всегда будут ненавидеть нас и пытаться отомстить Израилю, лишившему их родины. Да, Израиль отнял у них эту землю, но это и несущественно, потому что эту землю обещал еврейскому народу сам Бог, владыка всей земли. Бог искореняет одних жителей и приводит других». Песикта-де-Рав-Кагана, страница 123. «Бог искоренил Хананеев и привел Израиль, чтобы он мог хранить его указы и соблюдать его законы, «Хвалите Господа!» Таилием 105.45. Даже если Израиль не будет придерживаться Торы, его постигнут ужасные бедствия, включая изгнание, однако земля все равно останется Эрцис Раэль, драгоценной землей Бога, вечным владением драгоценного народа Израиля». Ясно, что нееврей не может жить в Эрцис Раэль, если он отказывается придерживаться определенных правил, иначе он будет пагубно влиять на святой народ. Однако в случае с коренными народами земли возникает другая опасность. Их ненависть и жажда мести будут постоянно угрожать еврейскому государству. Следовательно, те же законы, что применяются к семи народам, применимы и ко всем прочим народам, живущим в Эрцис Раэль, во все века, включая наше время. Сегодняшние коренные обитатели земли считают ее своей родиной, а еврейский народ захватчиками, грабителями и ворами. Сегодня налицо та же опасность, что и в древности. Коренные народы оспаривают право еврейского народа контролировать Эрцис Раэль. В конце концов, когда мы читаем стих Бемидбар 33.55 о том, что коренные народы станут шипами в ваших глазах и колючками в ваших боках, причиняя вам беды в земле, то есть ли разница между семью древними народами и любым другим, который считает землю Израиля своей собственностью и обвиняет Израиль в грабеже? Естественно, такой коренной народ будет ненавидеть Израиль так же, как и древние хананеи, что и объяснил Абарбанель. Смотри выше. Об этом же говорит и Ор-Гахаим Бемидбар 33.52 Комментарий «Вы должны изгнать, хотя этот стих говорил о семи народах, вы не должны позволять ни одному народу остаться в живых» Дворим 20.16 «Здесь Тора говорит о других народах, которые находятся здесь помимо тех семи. Поэтому она и говорит всех жителей земли, включая тех, кто не входит в число семи. Любой мыслящий и честный человек, принявший Божье ярмо, знает, что современные измаильтяне это те же самые семь народов, которым применимы те же законы». Смотри ниже цитату из Тософот «Авадазара 20 алиф». Вот что иерусалимский Талмуд говорит о семи народах, населяющих землю. Швеид 6.1 Йошуа послал три сообщения в Эрцисраэль, прежде чем Израиль вошел в землю. «Кто хочет уйти, пусть уходит. Кто хочет заключить мир, пусть заключает мир. Кто хочет воевать, пусть воюет». Конец цитаты. Ниже мы объясним, что понятие «заключить мир» применимо только к тем, кто согласился платить дань, нести повинность и считаться иностранцем. Йошуа предоставил семи народам три возможности покинуть землю, сражаться и погибнуть, либо заключить мир через полную капитуляцию. Последний вариант подразумевал, что им придется выполнять работы, платить дань, отказаться от идолопоклонства и признать Господа Богом и Царем Царей, Который отдал Ханаан своему народу Израилю. Те же народы, что жили в земле до этого, теряют в ней всякий суверенитет и гражданство. Необходимо было освободить землю перед прибытием Израиля или хотя бы в крайнем случае оставить народы в ней слугами и данниками. При этом они должны были признать, что земля принадлежит не им, но Израилю, и, следовательно, она Эрец-Исраэль. Мы видим, что заключить мир народы могли только перед приходом Израиля. Если бы они согласились с условиями мира уже после военных побед Израиля, это было бы неискреннее решение, продиктованное страхом. В любой момент они могли бы восстать. Нечто похожее мы читаем и об обращенных. Во времена Давида и Шломо обращенных у нас не было. Считалось, что их обращение было неискренним и продиктованным страхом. Мудрецы говорят, Евамот 24 бет, «Раввины слышали, в мессианскую эру мы не будем принимать обращенных. Подобным образом обращенных не принимали в дни царя Давида». И Рамбам комментирует Илхот Иссурей Бия 13.15 «Ибо они будут движимы страхом и в дни царя Шломо, ибо их привлекала богатое, славное царство, которое тогда было у Израиля». Рамбам. Конец цитаты. Об этом же мы читаем и в Иерусалимском Талмуде. Иошуа бен Нун послал три сообщения в Эрец Исраэль, прежде чем Исраэль вошел в землю Израиля. Отсюда ясно видно, что возможность заключить мир имела столько перед вторжением и началом войны. Эту же мысль подчеркивает и Тософот, Гетин 46 Алиф. «Это было до того, как они пересекли Иордан, как сказано, перед тем, как Израиль вошел в землю. Однако, как только они вошли в нее, мир уже нельзя было заключить». Конец цитаты. В Сота 35 Бет приводится полемика между Раби Шимоном и Раби Иудой о камне, на котором израильтяне вырезали слова Торы, когда вошли в землю. Этот камень должен был призывать народы принять Тору. Раби Иуда считал, что возможность принять семь законов Ноя и жить в земле не распространялась на семь ханаанских народов. О них было дано четкое повеление «Вы не должны оставить никого в живых». Дворим 20.16. Этим семи народам не позволялось жить в Эр-Цесраэль, причем даже тем из них, кто раньше ее покинул, ведь они тоже будут искать возможности отомстить. А вот Раби Шимон считал, что если хананеи за пределами земли раскаиваются, их можно обращать. Как бы то ни было, и Раби Шимон, и Раби Иуда были согласны с тем, что семь народов в земле нельзя оставлять в живых. Раши объясняет Сота 35 Бет, «Что касается тех, кто в пределах земли, мы не принимаем их обращение, потому что оно из страха». В Тософот задается вопрос, «Если так, то почему Рахав было разрешено остаться в живых и обратиться в иудаизм, если она была из хананеев земли?» Также в Мигела 14 Бет, а также Сифри Бега-Лотха 78, мы читаем, «Восемь пророков, все коэны произошли от проститутки Рахав, Нирия, Варух, Сирайя, Масея, Еремия, Хелкия, Аномель и Селлуб». Раби Иуда сказал, «А также пророчица Олдана, ибо Рахав обратилась и вышла замуж за Яшуа». Конец цитаты. «Как такое возможно, если и раби Шимон, и раби Иуда однозначно отвергали возможность обращения хананеев в пределах Эрцисраэль?» То Сафот отвечает, «Если бы они раскаялись, пока Израиль записывал Тору на камне, то даже хананеи в пределах земли были бы приняты, и даже согласно рабе Иуде». Это также следует из фразы в Сифри на Порошат Шофтим 22. «Чтобы они не научили тебя своим мерзостям». Дворим 20. 18. Комментарий. «Это учит, что если они раскаются, их не убивают». Сифри говорит о хананеях в пределах земли. «Сказано лишь, вы не должны оставлять никого в живых». Дворим 20. 16. Что относится ко времени после того, как Яшуа начал войну. В конце концов, Яшуа послал три сообщения. «Мы видим, что все, кто хотел заключить мир, были пощажены». Конец цитаты. Кроме этого, есть и прямой стих в Яшуа бен Нун 11. 19. «Не было ни одного города, который заключил мир с сынами Израиля, кроме Евеев, жителей Гаваона». В этом стихе подразумевается, что если бы другие города захотели заключить мир и приняли условия, налоги, повинности и законы Ноя, то и они были бы приняты. Рамбам именно это имеет в виду в Илхот Малахим 6.4. Позже в Тасафот добавляется «Возможность заключить мир, стало быть, существовала только до того, как Яшуа начал свою первую войну». Рахав тоже приняла иудаизм до начала войны. Раби Иуда и Раби Шимон спорили только о том, принимать ли хананеев за границей после этого. Конец цитаты. Как только Яшуа начал войну, хананеев в Эрцисраэль уже нельзя было обращать. К ним применялся принцип «Вы никого не должны оставлять в живых». Им оставалось либо сражаться и умереть, либо покинуть землю. Мы им уже не доверяем, поскольку если человек проиграл войну и затем просит о мире, его мотивы неискренни. Теперь у них нет выбора и они боятся. Такой человек всегда будет ненавидеть Израиль и искать возможности для бунта. Важно отметить, что из фразы в Тософот «До того, как Яшуа начал свою первую войну», вытекает следующее. Когда Иерусалимский Талмуд утверждает, что Яшуа послал им сообщение «до входа в землю», речь идет о периоде еще до начала войны. Нам это известно, потому что Рахав обратилась в иудаизм после входа израильтян в землю, но до начала военных действий. Вот что пишет Рашбам о стихе Дворим 20.16 «Вы никого не должны оставлять в живых». Когда вы придете сражаться с хананеями, не призывайте их заключить мир, как Я объяснил о других народах. Вместо этого, если они придут к вам по своей воле, перед тем, как к ним придете вы, как поступили гаваанитяне, тогда вы можете их пощадить». Конец цитаты. Рашбам имеет в виду, что мы вообще не предлагаем хананеям мир, если они не попросят его сами до начала боевых действий. Однако может быть и так, что фраза Рашбама «Не призывайте их заключить мир» относится к каждому конкретному городу после того, как Яшуа обратился к ним в целом. Как бы то ни было, даже у Рашбама видно, что после начала войны мы уже не принимаем обращенных из хананеев. Впрочем, в дворе Мраба 5.14 есть и другая версия. Раби Шмуэль Барнахман сказал, «Что сделал Яшуа? Всегда, когда он шел на завоевание, он поднимал плакаты с надписью, «Всякий, кто хочет уйти, пусть уходит, всякий, кто хочет заключить мир, пусть заключает мир, всякий, кто хочет воевать, пусть воюет». Эдс-Юсеф в своем комментарии литера 13 написал, «Всегда, когда он шел на завоевание, Эта фраза подразумевает, что после того, как они вошли в землю, когда он собирался захватить города Эр-Цесраэль, он поднимал плакаты. Что касается фразы из Иерусалимского Талмуда о том, что он послал сообщение до входа в землю, то это не точно». Конец цитаты. Даже если допустить, что имеет место полемика между двумя учеными Талмуда, оба из которых отталкиваются от раби Шмэля Барнахмана, по-прежнему очевидно, что даже если Яшуа отправлял свои послания в каждый город или местность, как только начинались боевые действия с этим городом, мир с ним уже был невозможен. Вот что говорит Раши о захваченных в плен женщинах. Дворим 21.10 Этот стих говорит о необязательной войне. Что касается войны по завоеванию Эрцисраэль, уже не говорится «Вы возьмете пленных». Дворим 21.10 «Ибо уже было сказано «Вы не должны оставлять никого в живых». Дворим 20.16 Другими словами, фраза «Вы не должны оставлять никого в живых» запрещает брать местных жителей в плен. И в этом сходятся все мудрецы, ведь мы не можем доверять тем, кто начал с нами войну. Абсолютно очевидно, что по этой же причине мы и сегодня не можем допускать присутствие измаильтян в Эрцисраэль. Они не только не подчинили снам до начала войны, в которой проиграли, но и убивали и всячески изгоняли тех евреев, что пребывали в Эрцисраэль за годы и десятилетия до того. В этом отношении нет никакой разницы между ними и семью хананейскими народами. Закон о семи народах – это не просто произвольное положение, ограниченное определенными народами. Есть совершенно конкретная причина, почему Бог повелел нам не оставлять никого в живых в Эрцисраэль. Ее коренные жители считают себя ее владельцами. Следовательно, они всегда будут ждать шанса восстать и истребить евреев. Ясно, что измаильтяне тоже считают евреев ворами, ведь они прибыли в землю и вознамерились создать в ней еврейское государство. Поэтому измаильтяне тоже всегда будут ненавидеть Израиль и снова и снова искать удобного момента для восстания. Если кому-то кажется, что сегодня они покорны, то у этого есть две причины страх и неспособность победить в настоящий момент. Более того, даже эта их покорность лишена юридического основания, поскольку Галаха требует, чтобы каждый нееврей в Эрец Израиль стал слугой и данником. Этот принцип применяется как к членам семи народов, так и к тем, кто к ним приравнен, то есть все, кто жил в земле, до прихода Израиля. При этом предполагается, что такие люди должны сами попросить о мире еще до начала войны. Это касается также всех, кто прибыл из-за границ земли. Да, условия жесткие, но от таких людей исходит угроза для безопасности и духовного благополучия Израиля. Еще раз перечислим эти условия. Первое, принятие статуса герто-шав, иностранный житель, а также отказ от идолопоклонства и соблюдения семи ноевых законов. Второе, дань. Третье, повинность. Поскольку между средневековыми учеными не было единодушия в том, что считать герто-шав, мы отложим этот вопрос на потом и сначала рассмотрим второй и третий пункты, по которым мудрецы единодушны. Согласно Торе, это обязательные условия для пребывания нееврея в Эрцисраэль, которые гарантируют безопасность еврейского сообщества. Врага либо изгоняют или истребляют полностью, либо он подчиняется, участвует в работах и платит дань. Вот почему в 20-й главе Дворим, где обсуждаются законы войны, на первый план выходят именно эти два пункта. Если не обеспечить безопасность Израиля, невозможно создать прочный режим на основе Торы. Смотри комментарии Радбаза Крамбаму, Гилхот Малахим 6.1 Вот эти законы. Когда вы приближаетесь к городу, чтобы воевать против него, вы должны предложить мирное соглашение. Если город ответит миром и откроет вам свои ворота, все люди в нем будут платить дань и служить вам. Если они отвергнут ваше мирное предложение, вы должны убить его мужчин мечом. Однако женщин, детей, животных и все товары города вы должны взять в качестве трофеев. Таким образом, вы должны будете забрать трофеи, которые Господь ваш Бог дает вам от ваших врагов. Вот что вы должны сделать с городами, которые очень далеко от вас и не принадлежат народам, которые здесь. Однако, когда вы имеете дело с городами этих народов, которые Господь ваш Бог дает вам как наследственную территорию, вы никого не должны оставлять в живых. Во всем, что касается хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, вы должны истребить их полностью, как Господь ваш Бог приказал вам. Это для того, чтобы они не научили вас всем отвратительным обычаям, с которыми они поклоняются своим Богам, введя вас в грех перед Господом вашим Богом. Дворим 20, 10, 18. В начале этой цитаты говорилось о Милхемет Решут, необязательной войне за границами Эрцисраэль. Любая война в границах земли это Милхемет Митсва, обязательная война. Это видно из комментария Раши о пленных женщинах. Комментируя стих Дворим 21, 10, когда вы идете на войну, он пишет, этот стих говорит о Милхемет Решут, ибо о войне в Эрцисраэль нельзя сказать вы возьмете пленных, в конце концов уже сказано, вы никого не должны оставлять в живых, Дворим 20, 16. Эта же мысль прослеживается в Сифри, Шофтим 199, когда вы подходите к городу, Дворим 20, 10, это относится к необязательной войне, то есть даже к необязательной войне. Конечно, все эти положения описывают в основном обязательную войну как более важную, и к войне необязательной применяются только как основание для спасения женщин и детей в случае отказа врага от мира. С другой стороны, когда речь идет о Милхемет Митсва против нееврейских жителей Эрцисраэль, наш долг никого не оставлять в живых. Об этом же говорит Ирамбам там же 20, 10. Этот стих говорит о необязательной войне, и согласно нашим мудрецам, его смысл в развлечении между двумя видами войны, в случае, когда жители отказываются подчиниться. Что касается городов далеких от вас за пределами земли, то уничтожить нужно только взрослых мужчин, но женщин и детей пощадить. Однако, что касается городов и народов в земле, Тора требует истребить даже женщин и детей. Во всех остальных аспектах, упомянутых в этой главе, Милхемет Решут и Милхемет Митсва совпадают. Конец цитаты. Так, если жители города готовы сдаться, они будут платить дань и служить вам, без этого просто немыслимо благополучие еврейского общества. Если они не принимают эти условия, мы воюем с ними, так как без этих условий наша безопасность невозможна. Мудрецы учат Сифри Шофтим 200. Если они отказываются от вашего предложения мира и объявляют войну, дворим 20 12. Эти стихи сообщают, что если они отвергли ваше предложение мира, они в конце концов пойдут войной против вас, конец цитаты. Вот почему Тора требует, что в случае отказа хананеев от наших условий, мы никого не должны оставлять в живых. Они не приняли наши условия и лишь выжидают подходящего момента для восстания. Дань и повинность это меры призванные подчеркнуть неравенство между Израилем и другими народами Эрцисраэль, причем народы должны принять обе эти меры добровольно. Принятие только одной из них бесполезно, потому что не доказывает искренность их мотивов. Сифри объясняет там же, если они говорят, мы согласны на дань, но не на повинность, или на повинность, но не на дань, мы не слушаем их. Аналогичное постановление вынес также Рамбам Илхот Мелахим 6.1 Исефер Хинух Митсва 527-503. Вот что пишет Радак Яшуа Беннун 9.7 «Если они подчинились, истребили свое идолопоклонство и приняли семь ноевых законов, что будет объяснено ниже, они также должны стать завоеванными подданными и служить Израилю, как сказано, они должны платить дань и служить вам». Дворим 20.11 Теперь обратимся к вопросу о том, что такое дань и повинность. Рамбам говорит там же «Повинность означает, что они принимают подчиненный статус и не поднимают головы среди евреев. Вместо этого они должны оставаться завоеванными подданными и никогда не могут быть назначены над Израилем ни для какой цели на свете. Что касается дани, они должны быть готовы служить царю физически и денежно». Здесь Рамбам интерпретирует как часть закона о повинности другое положение Торы, запрещающее нееврею занимать руководящие посты. Цитата «Вы должны назначить царя из тех, кого выберет Господь ваш Бог. Из своих братьев вы должны назначить царя. Вы не можете назначить чужеземца, которые не из ваших братьев». Дворим 17-15. Сифри так комментирует это место. Шовтим 157. «Вы не можете назначить чужеземца. Это запрещающее предписание Торы. Своих братьев, а не других». В Евамот 45. Бет читаем «Вы должны назначить царя из своих братьев. Все назначения, которые вы делаете, должны быть исключительно из ваших братьев». Об этом же говорится и в Кедушин 76. Бет, причем добавляется «На западе Эрцисраэль даже следить за гирями не назначали человека из этих детей нееврейской матери». В Нахарде даже надзирателя за поливом иногда полив частных полей производился от общественной воды и назначался полицейский, который следил, чтобы фермеры поливали только в свой положенный день раши. Не назначали из этих». Конец цитаты «Серьезность этого закона видна по рассказу о царе Агриппе, который записан в Мишне. Агриппа был хорошим царем Израиля. Он соблюдал Тору и заповеди и весь народ любил его». Цитата «Царь Агриппа встал и взял свиток Торы на церемонии Гахель. Он встал, хотя можно было и сидеть и прочитал ее стоя и мудрецы прославили его. Когда он дошел до слов «Вы не можете назначить чужеземца» Дворим 17-15 «Слезы полились у него из глаз» Сота 41 Алиф. Конец цитаты. «Он заплакал, потому что из его родителей еврейкой была только мать. Согласно Кедушин 76 Бет и Евамот 45 Бет человек с одной матерью еврейкой может быть назначен на общественную должность, поскольку он считается из своих братьев». Дворим 17-15 Однако в Тософот говорится следующее Сота 41 Бет Это относилось к другим должностям кроме царя. Например, начальник города, как мы объяснили, вы должны назначить царя из своих братьев. Из соседства фраз «назначение» и «из своих братьев» мы делаем вывод, что назначения должны быть частично из своих братьев. Например, когда только мать еврейского происхождения, однако, когда речь идет о царе, Тора повторяет «из своих братьев вы должны назначить царя». Тора строже говорит о царе, требуя, чтобы он был полностью из своих братьев сын еврейских отца и матери. Конец цитаты. Агаход Маймониот Гилхот Малахим 1.4 приводит слова Север Гамитсвот, где объясняется, что Агриппа не соответствовал этим требованиям. «Мы не назначаем царем того, кто не может жениться на дочери Коэна». Конец цитаты. Царь должен принадлежать к элите, смотри также Тосеф Тасанедрин 4.6. Однако все авторитеты единодушны в том, что не еврей не может получить не только трон, но вообще какую-либо должность. В Мишне рассказывается, что когда Агриппа заплакал, народ сказал ему, «Не бойся, Агриппа, ты наш брат». А в Талмуде добавляется там же 41 бет. Мы узнаем от имени Раби Натана. В тот момент евреев постигло уничтожение залезть Агриппе, потому что у них не было права разрешать то, что Тора прямо запрещает. В Иерусалимском Талмуде сказано Сота 7.7 «Многие умерли в тот день, когда польстили ему». В Талмуде тоже объясняется Евамот и Кедушин, что даже обращенного нельзя назначать ни на какую должность. Вот почему Рамбам пишет Илхот Малахим 1.4 «Мы не назначаем царя из обращенных даже после нескольких поколений, если его мать не еврейка. Как сказано, вы не можете назначить чужеземца, который не из ваших братьев». Дворим 17.15 «Отсюда видно, что Рамбам считает, что Агриппа не соответствует своей должности, как в уже приведенном источнике из Агахот Маймониот. Это так не только в случае с монархией, но и вообще со всеми властными должностями военачальник, начальник пятидесяти или десяти и даже человек, следящий за распределением воды для полива, не говоря уже о суде или вельможе, как сказано, из своих братьев вы должны назначить царя. Все назначения должны делаться из своих братьев». Конец цитаты. Очевидно, что у нееврея не может быть части в Эрцисраэль. Если нееврей живет в земле Израиля, он считается иностранцем без права собственности на нее. Процитируем еще раз Рамбама Илхот Малахим 6.1 «Повинность означает, что они принимают подчиненный статус и не поднимают головы среди евреев. Вместо этого они должны оставаться подвластными подданными и никогда не могут быть назначены над Израилем ни для какой цели на свете». Конец цитаты. В этом законе Рамбам пытается обратить наше внимание на важный принцип. Если нееврей хочет жить в Эрцисраэль, не может идти никакой речи о его праве собственности на землю. Рамбам поясняет, что именно это понимается под «повинностью» в кавычках в Парашат Шофтим дворим 20.11 В Сефер Гамитсвот, предписывающая заповедь 190, Рамбам пишет «повинность означает, что они должны ежегодно платить определенную дань, которую требует царь на данный момент. Они должны подчиняться всем его приказам в благоговейной покорности». Конец цитаты. «Если таков закон даже для нееврея, который сдался Израилю перед необязательной войной, то тем более этот принцип применим к тем евреям, которые жили в Эрцисраэль до обязательной войны. Ясно, что они должны жить скромно и не поднимать головы, иначе бунта не избежать». С этим согласны все средневековые авторитеты. Запрет нееврею занимать руководящие посты в Эрцисраэль прописан предельно однозначно. Однако в комментарии на 20-ю главу «Дворим» Рамбам объясняет термин «повинность» несколько иначе. 20.11 «Дань означает, что царь Элисонедрин накладывает налог, чтобы построить дворец склады или храм. Повинность означает, что любой еврей может выбрать из них рабочих, чтобы рубить деревья или носить воду и затем заплатить им должную цену. Это Мас-Овет дань рабства 1 Царей 9.21 связанная с царем Шломо, посредством которой неевреи платили пошлины и работали согласно закону Торы. Конец цитаты. В конце своих комментариев Рамбам ссылается на первую летопись 22.2 «Давид приказал Герим пришельцам земли собраться и поставил каменщиков тесать камни для строительства дома Бога». Раши объясняет, «Давид не хотел, чтобы евреи выполняли тяжелые работы. Так же поступил и царь Шломо, когда отправил рабочих в Ливан». Цитата, «Царь Шломо обложил повинностью весь Израиль. Она состояла из 30 тысяч человек. У него были 70 тысяч носивших грузы и 80 тысяч каменотесов в горах, не считая начальников 3300, которые надзирали за рабочими». 1 Царей 5 27 29 30 Конец цитаты. Ниже мы читаем «Все люди, оставшиеся от Амареев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, которые были не из сынов Израиля, даже их дети, которые остались после них в земле, которых сыны Израиля не могли полностью уничтожить. На них Шломо наложил трудовую повинность вплоть до сего дня. Но сынов Израиля Шломо не сделал рабами. Они были солдатами, его слугами, вельможами и командирами, и возницами его колесниц и всадниками. Там же 9.20.22. На эти руководящие должности можно было назначать только евреев. Приведенная цитата почти слово в слово повторяется во второй летописи 8.7.9. Правда, там вместо фразы, которых сыны Израиля не смогли полностью уничтожить, сказано по-другому, которых сыны Израиля не уничтожили. Кроме того, в этом стихе есть и такие слова. Шломо посчитал всех чужеземцев в земле Израиля после того, как его отец Давид посчитал их. И их было 153 600. Он поставил 70 тысяч из них носить грузы, 80 тысяч тесать камни в горах и 3600 поставил надзирателями. Вторая летопись 2 16 17 Конец цитаты. Именно так применялся на практике закон о нееврейских жителях Эрц Исраэль. Они платили дань и работали на государство. Давид и Шломо поступали с ними в согласии с заповедью Бога. Как говорит Сифри о стихе Дворим 20 «Повинность и дань были непременным условием для мира. Если неевреи не принимают эти условия, мы не оставляем в живых». Дворим 20 16 «Ни один из народов». «Ни один из народов в Эрц Исраэль, а в войнах с другими народами мы поражаем всех взрослых мужчин». Сифри комментирует Шофтим 202 «Чтобы они не научили тебя грешить перед Господом твоим Богом». Дворим 20 18 «Комментарий если вы не сделаете все, что необходимо в этом отношении, вы будете названы грешниками перед Богом». Конец цитаты. «Милосердие к ним – это милосердие глупцов. Всякий, кто оспаривает эту Божью заповедь, оспаривает Божьи качества и встает на путь ереси. В Эрцисраэль между евреем и неевреем существует огромная разница. А кто они были, эти нееврейские жители земли, работавшие на Давида и Шломо?» Ралбак 1 царей 5 29 отвечает так «Я предполагаю, что эти чужеземцы в кавычках были гаваунитянами, потому что они были иностранными жителями, а не обращенными». Мецудот Давид там же «Возможно, они были из гаваунитян». Ралбак и Мецудот Давид говорят об этом же в первой летописи 22 и во второй летописи 2. «Ясно, что эти неевреи относились к какому-то из семи народов, как об этом ясно сказано в первой книге царей 9». Что касается стиха 1 царей 9.21, которых дети Израиля не смогли уничтожить, то это не означает, что Израиль не мог это сделать физически, поскольку во времена Давида и Шломо он был силен как никогда. Скорее всего, речь идет о том, что еще перед началом войн Яошоа бен Нуна эти неевреи уже подчинились израильтянам и приняли все необходимые условия. По этой причине стих из летописи был изменен, которых дети Израиля не уничтожили. Речь не о том, что они не могли, но они не сделали это осознанно, потому что неевреи подчинились согласно букве закона. Я думаю, что это не обязательно были именно гаваунитяне, по крайней мере не все, ведь гаваунитяне были евеями, а здесь перечисляются амареи, хиттеи и другие народы. Скорее всего, там были и гаваунитяне и члены других семи народов, которые подчинились до начала войны. Что касается стиха Иошуа беннун 11.19 «Не было ни одного города, который подчинился бы сынам Израиля», то здесь имеется в виду, что подчинились не города, а отдельные их жители, как Рахав. Однако важно исследовать комментарии и Евамот 79 аляф по поводу случая, когда Давид отдал на казнь детей Шауля, потому что Шауль убил гаваунитян. Смотри 2. Шмуэля 21. В Талмуде говорится, убитые были детьми царей. Что они сделали? Они убили дополнительных обращенных Герим Герурим Дополнительные обращенные это не евреи, которых не приняли в общество как обращенных, хотя они и обратились в веру по собственному желанию. Этот статус описывается в Авадазара 3. В будущем не евреи придут и обратятся, однако примем ли мы их, разве мы не читали, мы не будем принимать обращенных в эру Машиаха. Точно так же обращенных не принимали во дни царей Давида и Шломо, потому что они приходили только из страха или из-за величия Израиля, как говорилось выше. Скорее они стали дополнительными обращенными. Они надели тфелин на головы и руки, цицит на одежду, поместили мизузу на свои дверные косяки. Конец цитаты. Далее в Евамот 79 Алиф говорится Народы сказали Нет другого такого народа достойного подражания как этот А если это применяется даже в случае с дополнительными обращенными то насколько же больше с настоящими Конец цитаты Сразу были израильскими обращенными которых привлек случай с гаванитянами осветивший имя Бога. Однако предыдущие предыдущие высказывания этому противоречат. Более того выражение присоединились к Израилю подразумевает только настоящих обращенных что видно по контексту. Но разве не говорится прямо что во времена Давида и Шломо настоящие обращенные не принимались но только дополнительные Мне кажется что упомянутые 150 тысяч человек относились не к гаванитянам а к семи народам что прямо и говорится гаванитяне относились к отдельному виду дополнительных обращенных к натяним которые считались рабами всю жизнь в отличие от прочих неевреев на которых повинности налагались только время от времени остальное население семи народов не могло стать иностранными жителями потому что с ними война началась еще во времена Иошуа однако они могли стать обращенными причем даже после войны если бы признали истинность Бога Израиля и Торы когда они увидели величие Израиля и Торы в соответствии с которой за покушение на гаванитян были казнены даже сыновья царей они решили стать настоящими обращенными однако во времена Давида и Шломо настоящих обращенных не принимали и чужеземцам оставалось лишь довольствоваться статусом дополнительных обращенных в этом случае выражение присоединиться к Израилю вряд ли применима потому что еще недавно они были иностранными жителями как бы то ни было им приходилось выполнять все те же повинности что и иностранным жителям в любом случае вряд ли кто-то будет отрицать что дань рабства налагала с Давидом и Шломо только на неевреев это было обязательное условие для всех желающих поселиться в земле Израиля важно понимать что даже если нееврей обратился по всей букве закона и получил право жить в земле он все равно ограничен в правах в Торе говорится дворим 23 16 17 если раб ищет убежище у тебя от своего хозяина ты не должен отправлять его обратно к хозяину ему нужно разрешить жить с тобой среди вас где он захочет в твоих воротах Сифри комментирует Китеце 259 если раб ищет убежище у тебя от своего хозяина в том числе и иностранный житель конец цитаты другими словами запрет возвращать раба его хозяину применяется даже к нееврейскому рабу сбежавшему от нееврейского господина об этом же говорит и Ибн Эзра этот раб пришел к Божьей славе которая призвана на Израиль и если еврей возвращает его хозяину это Хилул Гошем Таргум Йонатан передает этот стих таким образом не предавай ни еврея в руки идолопоклонника он убежал от идолопоклонства ища у тебя прибежище чтобы быть под покровом божественного присутствия конец цитаты обратим внимание на этот важный принцип мы не отправляем раба туда где он снова будет служить идолом следовательно если он остается в земле он должен оставить идолопоклонство эта же логика применяется и к иностранным жителям вот ответ всем кто задает вопрос если Бог требует отделиться от народов то почему в земле Израиля разрешается жить не евреям ответ в том что Бог требует от нас искоренить идолопоклонство и осветить его имя среди народов чтобы они приняли ярмо его царства если не еврей от всего сердца хочет стать иностранным жителем чтобы отказаться от идолов исполнять семь ноевых законов и освящать Божье имя то будет лучше если он будет делать все это в Эрец Исраэль чем продолжать жить где-то в другом месте и осквернять Божье имя своим идолопоклонством однако ясно что при этом он должен как-то гарантировать что не смешается с Израилем он должен понимать что Эрцес Исраэль это земля принадлежащая исключительно еврейскому народу а он лишь имеет в ней право на жительство таким образом помимо уже упомянутых условий Тора устанавливает ряд дополнительных ограничений первое упоминается в Сифри там же конец цитаты несложно понять почему это так мы по-прежнему подозреваем что он может помочь нашим врагам второе ограничение Сифри там же жить в твоих воротах дворим 23 17 в твоих воротах а не в Иерусалиме конец цитаты не еврей может жить в Эрецисраэль где угодно но не в Иерусалиме который слишком свят для него однако проходить через святой город ему разрешено так как это не считается проживанием кроме того Сифри говорит там же ему будет позволено жить с тобой дворим 23 17 а не в самом городе конец цитаты я думаю что понимать это следует таким образом хотя не еврею и можно селиться в Эрецисраэль по всем упомянутым причинам мы по-прежнему обязаны отделиться от него следовательно он не может жить в одном городе с евреями Раават записал в Хилхут из Сури Биа 14 8 что поскольку данный запрет призван сохранять города в святости сегодня иностранным жителям уже можно жить в городах ведь святость земли уже не та что раньше это неубедительно во первых в данном вопросе земля по-прежнему свята ничуть не меньше чем раньше я писал об этом выше во вторых что более важно запрет неевреям селиться в городах на самом деле связан не со святостью а с отделением даже если нееврей платит дань выполняет все повинности и семь ноевых законов мы по-прежнему имеем заповедь отделиться от него некоторые цитируют сифри не в городе самому беатсмо вместо не в самом отсмо городе они цитаты они аргументируют что неевреи не могут жить в своем собственном городе иначе они могут восстать соответственно они должны жить распределенно а для этого мы должны запретить им создавать города и селения но даже это еще не все никогда не забывайте следующее все что мы сказали о неевреях иностранных жителях соблюдающих повинности иноевы законы вовсе не является нашей обязанностью неисполнение которой делает нас грешниками этот закон всего лишь дар неевреям помогающий им приблизиться к Божьей истине другими словами мы можем но не обязаны разрешать неевреям жить в Эрец Исраэль если по какой-то причине например угроза нашей безопасности у нас возникают основания опасаться неевреев тогда мы можем и даже должны запретить жить в земле Израиля всем неевреям включая иностранных жителей в конце концов в определенные периоды времени Израиль не принимал даже обращенных правило таково если нееврей хочет покориться Израилю и жить в земле Израиля и Тора это дозволяет он должен объявить что является здесь иностранцем потому как Эрец Исраэль принадлежит Божьему народу Израилю он должен объявить что принимает суверенитет Израиля дань повинность и все прочие ограничения требуемые Торой в том числе законы о статусе иностранного жителя смотри ниже таким образом достигается требуемый результат освящено имя Бога поскольку нееврей отказался от идолопоклонства и принял семь ноевых законов гарантирован еврейский суверенитет над территорией и страна очищена от языческих мерзостей к нашему огромному сожалению даже ученых Торы поразило мышление в духе что скажут язычники одни ученые одобряют нееврейские мерзости и пытаются отменить Божью заповедь отделение святого от нечистого Израиля от народов заповеди призванные сохранить Эрецисраэль для еврейского народа в чистоте и святости другие ученые пытаются оправдать ситуацию при которой неевреи занимают в Израиле руководящие должности с этой целью они приводят цитату из Мишны а вот 1.10 Шмайя и Автальон получили устную традицию от них Иуда бен Табаи и Шимон бен Шетах Конец цитаты имеется в виду что Шимайя был князем а Автальон главой Санедрина хотя оба они были обращенными как они могли занимать эти посты если Талмуд и Поским авторитеты по Галахе прямо запрещают назначать обращенного на руководящие посты Ответ находится Вакнесед Хакдола Хошен Мишпад Махадур Ракама Симан 7 Если Израиль принял над собой обращенного тогда это дозволяется Конец цитаты Вооружившись этим тезисом наше осиротевшее поколение снедаемое страхом перед народами и комплексом неполноценности по поводу реакции эллинистов на израильские законы отделенности провозгласила Если Израиль принимает неевреев в свою среду то их даже необязательно обращенных можно назначать на любые посты Боже прости их если принять эту точку зрения то неужели принятый нееврей может стать даже вельможей и царем Неужели в избранном правительстве может быть нееврейское большинство или пусть даже и меньшинство но способное изменить характер государства и если можно назначить на руководящую должность хотя бы одного нееврея то имеем ли мы право отказывать в этом нееврейскому большинству которое тут же примется пересматривать законы о статусе еврея и шабате свиноводстве и смешанных браках миссионерстве и отношении к чуждой культуре все лишь во имя мерзкой иностранной концепции под названием демократия да содрогнутся небеса да осознают все кто попустительствует этому глубину своего заблуждения позиция мэфиа мэфиа мэфиа